Итак, дорогие друзья, хотел сегодня поговорить с вами о кварцевом грунте, что это такое, для чего он нужен, в какой последовательности наносится и каким инструментом. Потому что это нужный грунт и он наносится под определенные покрытия. Во-первых, какая его основная функция? Ключевое слово кварцевое, то есть у него идет крошка, создается шершавая поверхность, благодаря этому он подходит под практически любые декоративные покрытия, такие, которые могут плыть по стене. То есть он держит слой, соответственно, также создает однородность поверхности, то есть он имеет такой равномерный оттенок, в данном случае такого серого цвета, точнее бежевого цвета. И самое главное, он создает одинаковую впитывающую поверхность. То есть нету таких участков, где, например, резко впитывается, в другом участке не так быстро впитывается, то есть однородная поверхность. И создает также блокаду, чтобы не резко впитывалось, то есть он как бы полностью блокирует поверхность. С одной стороны это минус, потому что поверхность должна дышать, но для декоративных штукатурок это большой плюс, особенно для таких, как вот мраморная крошка. Я уже показывал видео, как я ее наношу. Вот, как бы в следующих видео я буду как раз это производить. У нас здесь в коридоре будет наноситься эта штукатурка. Вот, то есть для этого мы наносим вот такой грунт. Как он наносится? То есть однозначно вначале нужно пройти грунтовка глубокого проникновения. То есть обычные стены мы грунтуем обязательно. Кто-то пишет, что можно ли сразу грунтовать этим грунтом. Нет, нельзя. То есть обязательно должен сначала быть проникающий грунт, который свяжет воедино всю поверхность. Малейшие какие-то высыпания, пыль, обеспылит поверхность. Только после этого идет этот грунт. То есть он идет как пленочный, укрывистый, ну как здесь написано, укрывающий адгезионный грунт. Вот, то есть он очень незаменим, потому что у меня были случаи, когда я наносил Байрамикс большие объемы без этого грунта. У меня была большая практика. Я как бы знаю, что это такое. Вот, материал себя совсем по-другому ведет. То есть без этого грунта он резко фитывается. Очень сложно выровнять, потому что считанные минуты на то, чтобы тебе подровнять эту штукатурку. Где-то не успел, подсох край, все. Осталось темное пятно. Вот, поэтому без этого грунта, то есть не пытайтесь, ну не надо повторять, грубо говоря, мои ошибки. То есть обязательно он идет. Это не является излишним, не экономьте. Не экономьте на этом. То есть это два элемента вместе. Ну и также для других покрытий, те, кто занимается декоративными штукатурками, знают, о чем я говорю. То есть много, много штукатурок, которые используются кварцевый грунт. Особенно такие, которые идут, например, ну, которые объемные, создается фактура. То есть практически для всех них, для всех их идет кварцевый грунт. Разная фирма, согласен, да, Байрамикс, там еще другие. То есть не принципиально, но самое главное кварцевый. Вот. Еще другие моменты. Как наносить? Наносить лучше с помощью маленького валика. То есть маленький валик. Ну, в данном случае у меня вот сейчас шубка под рукой. Даже есть еще мельче. Можно взять, лучше взять, чтобы шуба была еще мельче. Вот. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы проще было разровнять. Потому что он имеет свойство быстро впитываться. Если вы не успеете его на поверхности стены разровнять, то получится какими-то у вас кусками нанесение. То есть так как это кварцевый песок, он может как бетоноконтакт, если кто покрывал стену, знаете. То есть какими-то участками определенными может высыхать. У вас ни в коем случае такого не должно быть. Вы должны равномерно нанести его. Потому что если у вас какие-то участки останутся, возможно, для фактурных штукатурок это ничего страшного, но для мраморной штукатурки уже готовая, которая уже крашена и все. То есть если у вас какие-то моменты будут вылазить вот этот кварцевый песок какими-то фрагментами, то, конечно, это будет бросаться в глаза. То есть такого не должно быть. Вот. Это такой момент. То есть должна быть однородная поверхность. Для этого нужно наносить с помощью маленького валика. И, естественно, чтобы она была достаточно жидкая. Она в данном случае, возможно, да, в принципе, нормально. Но единственное, если только чуть-чуть разбавить водичкой, все зависит, насколько долго она стояла на складе. Вот. Вы когда начнете наносить, вы поймете. То есть если у вас получается равномерно нанести, значит нормальная жидкость. Если у вас какими-то кусками наносится, то можете немного разбавить с водой. Вот, в принципе, все, что хотел сказать. Поэтому не пренебрегайте этим грунтом. Это очень важный грунт, особенно для такой штукатурки мраморной. Еще хочу сказать, когда наносишь без этой штукатурки, во-первых, быстро впитывается. Во-вторых, сложнее разровнять, потому что впитывается определенными клочками. Например, на стене какой-то участок, где вы больше штукатурили, там быстрее впитается. Где, например, гладкий бетон был, там дольше будет поверхность влажной. Соответственно, у нас вот такими вот кусками она сохнет. Здесь, получается, однородным ковром она сохнет. И еще плюс, что у вас больше возможности разровнять. То есть она дольше сохнет. Это большой плюс. И держится хорошо за счет вот этого песка. То есть кварцевого. Еще плюс в чем? У меня был случай, когда я наносил сразу на шпаклевку. У меня, если шпаклевка не совсем качественная, она со временем размокала. У меня был один момент, что определенный участок стены начал перемешиваться с декоративной штукатуркой. То есть такого не должно быть. То есть она просто размякла. Размякла и начала, то есть когда я ровнял, у меня шпаклевка начала перемешиваться с мраморной штукатуркой. Это еще один момент, почему нужно использовать кварцевую грунтовку. То есть все, я как бы опыт свой рассказываю. То есть я как бы и так, и так делал. Поэтому очень важно. Не забывайте. Вот, в принципе, все, что хотел сказать. Какие-то вопросы остались? Пишите в комментариях. На этом все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok